доброе утро не знаю девочки как у вас у нас весна чем смотрела только что прогноз погоды и передали на всю будущую неделю и на последующую температура подымется до 20 градусов тепла представляете начало февраля это будет я сейчас поведу миленку школу погода прекрасная пойдем пешочком у нас забастовки снова и это значит что на обед я ее буду забирать домой но скажу честно что так лучше чем вообще никак я не знаю что за этот год дети научатся чему они научатся потому что у нас четыре дня в неделю занятия и два из них забирается под забастовки то есть дети в школу не ходят дополнительно на каникулах да не не были добавлены и я не думаю что будет из-за этих забастовок продлен учебный год не в общем сами понимаете приходится заниматься дома дополнительно дети не схватывают это не только моя все мамы жалуются и в общем нас после нового года было родительское собрание и масса родителей возмущена как я и решили так что после нового года когда будут забастовки то например вот шесть учителей три учителя бастуют три учителя работают то есть только не шесть классов не будет они обучаться в школе а только три класса и потом значит будут меняться на следующую забастовку будут идти те учителя и соответственно те классы дети не будут заниматься и утром нет продленки вечером нет продленки и соответственно рестораси он тоже не работает и опять же это не выход из положения поскольку много родителей очень многие родители работают в других городах и не имеют возможности приехать забрать ребенка потому что два часа выделяется под обед и если родители работает в другом городе ему только до школы нужно ехать 40 минут а то и часто соответственно ребенком забрать не может и в общем это не особо решает проблему то что есть столовое питание для детей поскольку родители предпочитают оставить детей на бабушек на дедушек на соседей на тете и дяди но не везти в школу потому что потому что потому что в общем вот такие у нас дела читала комменты мне женщина писала лиля вы перепар в этот не комменты в в инстаграм лиля вы поменяли имидж у вас новый цвет волос как вам хорошо с черными волосами я отвечаю говорю вы старое видео смотрели у меня все такие же рыжие волосы да уже красить нужно но они рыжие она нет что вы что вы там где вы шарфом вы брюнетка темно было видать так что девочки я поменяла имиджи я теперь брюнетка хочет у меня телефон сползает да девчонки огромное спасибо про советы про массе камфорную вонючая гадина но помогает великолепной звездочкой мазала тоже помогает и очень очень даже благодаря вот этому и шея стала поворачиваться это тетях сухое тепло я соль мне посоветовали нагреть естественно мешочка никакого у меня не было я в платок завернула приложила прогрела и гречку тоже мне написали гречка если есть у тебя прогрей я соль гречка с вами гречки ну в общем помогло а тоже я могу сказать что я не поняла почему назначили 6 сеансов курс 10 не знаю девочки что назначили то я и говорю я же не выдумываю написано 6 сеансов массаж и как электрофорез в общем но опять же этикетки не пришли тоже спрашивали я не знаю когда они придут в общем не связывайтесь кто живет во франции с этой страховкой массив не связывайтесь и не даже не в этом дело даже если вы были у меня эти кветочки записаться на массаж вот в три кабинета которые близко возле меня находятся там запись только с февраля месяца и в одном из них даже середины февраля а я уже в это время буду в украине так что массаж у кины накрылся в общем вот такие вот такие пироги как уже это все надоело вроде бы и стоит не дешево 60 евро вроде бы и этих кабинетов тоже масса но они все забиты не уже или все люди но с другой стороны он наташа у меня ходила у нее болело плечом и на общем была у дочки на дзюдо и там тренер предложил в общем родителям попробовать то что дети их освоили ну и наша же яд я хочу попробовала и какой-то у него там в общем не не вывих ничего но учет она там повредила короче болела и ей назначили тоже сколько-то сеансов я не помню не знаю в общем она походила немножко и в остальное время она ходила там джакузи ей прописали джакузи и вот она кино и ходила и в течение 30 минут с купальником джакузи так что но я-то не на джакузи мне это массаж нужен но тем не менее мест нет запись только могу вас записать с начала февраля спасибо большое так что вот такие вот девочки новости но уже намного лучше правильно я сделала не двигалась что сказали полный покой когда нервы радикулит остеохондроз в общем ущемление нерва то полный покой никакого сфорта никаких нагрузок в общем ничего так что я пара деньков полежала но намного лучше уже так ну что бла-бла-бла бежать то надо в общем парфюм у меня сегодня девочки будет дольче габан называем все побежала я миленку отведу то что она у меня завтрака это я тут тараторию я начала посев огорода своего в общем покупали в начале зимы мешок лука и несколько луковиц проросло так я их повтыкала в землю и смотрите какие красоты у меня уже на крошку будут девчонки поняла я почему вот эти вот ботинки были с 70 процентной скидкой меня спрашивали сколько я за них заплатил в общем заплатила я за них 30 евро 29 99 если будут точными и они ужасно неудобные чем я сегодня милен отводила в школу пешком и вот здесь вот где носочек они вот настолько маленькая вот это расстояние в общем большие пальцы получаются как приплюснутые не знаю конечно может быть разносятся но ходить уходишь у них знаете как в общем очень очень неудобно и смотрится неплохо но ходить у них неудобно у нас тепло градусов 17 наверно если не больше легкий ветерок и черные 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 я снова сварила свой неправильный борщ как его называют меня критикуют что у меня больше не того цвета в общем не того качества не из того мяса сварен что и курицу нельзя нужно кто пишет свиную косточку кто пишет говядину надо ну а я варю такой на белой куриной грудки сегодня у меня там была ножка я ее уже достала и ой как он пахнет вообще обалдеть девчонки объясняю почему такой цвет он не может быть другим вот девчонки смотрите свекла она в принципе то я в биомагазине покупала но на развес там продается и свекла она уже отваренной как бы все соки он видите даже всегда прошу говы дайте мне немножко вот этой вот водички потому что она засыхает взяла две свеклы одна вот такая уж большая она в борще и 2 осталось наверное винегрет приготовлю я на ужин и вот видите я ее потёрла и когда делаешь зажарку хоть уксуса то туда добавляем не советовали уксус добавлять и чего только ну во первых я с уксусом борщ вообще не люблю а во вторых хоть добавляю не добавляй я даже вот эту жидкость видите антка малиновая и свекла тоже он какая красивая борщ все равно получается красный так как все соки все краски уже из свеклы выварились ладно мои хорошие пойду я за своей доченькой и будем мы обедать две моих звездочки до 2 моих девочки у нас забастовки и миленка сегодня обедает дома до солнца до окошка и мучает кошку параллельно после обеда это теки это у тебя на десерта до получается теки это твой десерт текунетка мама бы сама ее затискала скажи ну как вот такую красоту можно не тискать да да ну не 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 миленочка кошечек мы не целуем и тем более не грызем их ушки кукла у нас в купальнике ну что будем собираться в школу бонжурне бай-бай пока-пока уйти ракоман что а что ты хочешь сказать у этой бозы мой тут причесывались с утра и прически нет шап шапочку пока-пока ладно давай садилась а беззубик в школу пойдем там девчонки только не ржать в общем у меня у кого что болит тот атом и говорит смотрите что я купила я купила разного размера вот такие вот корзинки это для моей мебели и они без крышек в общем те что были у меня ну я их показывала там размеры нет не совпадали в общем здесь было намного шире получалось бы что сама вот эта коробка на 4 сантиметра это примерно вот так выпирала бы из мебели соответственно это некрасиво плюс по цене но это самая маленькая не по 3 евро сейчас же скидки у нас вообще можно купить за смешную цену и в общем я думала думала смотрела есть конечно вариант сплести из газет крышку красиво ну сначала надо эти трубочки крутить потом их нужно красить ну в общем я не времени не желания нет и наверное скорее всего и у меня нет и что я придумала у меня очень много обуви в коробках и вот есть вот такие крышки я смотрите так подумала ну конечно это немножко больше можно подобрать поменьше можно и такие оставить и купила я вот такую вот ткань которая клеится в общем смотрите она даже клеится на мебель и единственное что цветут здесь какой-то серый вот он с бежевым вроде бы видите вот такой вот серо-бежевый а вот этот вот в магазине он был сереньким а когда принесла но немного отличается конечно и что вы мне скажете что посоветуете может был у кого какой-то опыт если вот эту ткань наклеить на коробочку ну так антовку может сделать или как я еще не придумала в общем девочки посоветуйте помогите потому что ну не знаю я что делать а без крышки оставлять в любом случае будет туда пыль но это не то это не дело мне нужно чтобы было в любом случае крышка и вот я не знаю как мне поступить чем купить купила сделать а сделать ума наверно не хватает или чего у меня не хватает в общем я не знаю может какие-то альтернативные варианты есть девчонки в общем жду от вас помощи как эти крышки придумать что из них сделать вообще думала сначала ну типа как бы сплести вот купить может какую-то вот такую вещь и вот помните может быть на уроках труда мы такие игольницы для иголочек вот башмачки и вот именно вот таким вот способом из атласных лент плели вот эти вот игольницы и не знаю я в общем не знаю ладно девчонки помогайте пожалуйста потому что времени совсем уже остается мало тут несколько дней до февраля 1 2 уедем и я не знаю в общем повезу корзины без крышек ладно все мои хорошие не буду отвлекать больше вас от ваших дел наверно более важных чем мои целую вас обнимаю и желаю всего самого-самого доброго